И мы о чем будем говорить? О том, что сегодня я буду делиться с вами. Сегодня я буду делиться с вами информацией. Да-да-да-да-да. И то, что камера немножко потрясла, ничего сложного нет. Ветерочек все-таки, да? Почему я с вами могу делиться информацией про авторазборок здесь, на улице Клинкерной, 22? Потому что я тоже занимаюсь машинами. Мне сейчас 47-й год как идет, а машинами я занимаюсь с 10-ти годков. То есть я кое-что умею, кое-что умею, и точнее этим делом я с вами поделюсь. Хорошая тема, да? Улица Клинкерная, 22. Вы можете себе купить машину, вы можете машину легко восстановить. Я вам это показал. Если я вам это не показал, вы просто зайдите, посмотрите, и сделайте грамотное удовольствие. Смотри, учись. Я так же учусь, как и вы. И благодаря Богу Всевышнему я знаю английский. То есть в большей степени я учусь от зарубежных товарищей, которые говорят, что лучшие запчасти стоят на новых автомобилях. У меня такая ситуация возникла, что на моем японском автомобиле шрус немножко начал колбасить. Шрус – это регулятор углового хода. Справа налево. Когда поворачивает колесо. Он еще делается так, что когда правое колесо подтормаживает, левое начинает работать. Клевая штука, красивая. Я даже не знаю, кто это придумал, но придумали точно. К сожалению, не могу его найти. Мне говорят, что что-то не получается, что-то не получается. Но давайте зададимся вопросом. Вопрос очень простой. Сколько людей в мире живет? На сегодняшний момент это примерно 9 миллиардов человек. Я так думаю, что количество автомобилей – это примерно те же самые дела. То бишь, мы не будем говорить, что кто-то не делает эти вещи. Ну и делает эти вещи, естественно. И в принципе, вот смотрите. Он не сильно сломался, он просто развернулся. Малость по другой теме. То бишь, вот стандартный шрус, он в принципе может и работать. Но единственное, что АБС-ка, видите, немножко отвалилась. То бишь, вы представляете, да сколько автомобилей. И вы представляете, сколько машин могут вам делать эти запасные части. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, вам необходимо не только вот эту штуку взять, но на всякий случай возьмите себе вот такую штуку под названием штангель-циркуль. Да-да-да-да-да-да. Вот, приходите сюда спокойненько меряйте наружную часть. Вот наружная часть – это примерно 32. Да, 32. И выбираете из запасных частей те же самые дела. То есть их тут много, хватает. Берем то, что должно быть. И вот я смотрю. Итак, это меньше. Так, ну я вот сейчас с другой стороны посмотрю. Вот с той стороны я гляну. Вот атлацетти. Вот это уже почти то, что должно быть. Теперь смотрим внутреннюю часть. Также меряем, примеряем и получаем результат. То есть вы мне не говорите о таких вещах под названием того, что Шроссы выпускает только какая-то одна компания. Нет, господа, нет, не одна. Их очень много компаний выпускает. Делают все для вас. И в результате вы себе можете купить, или в результате вы себе можете здесь, в авторазборке 3 девяточки, которая находится на улице Клинкиной, 22 находится. Посмотрите, выберите. И по сути событий. Это даже не те деньги, которые вы можете потратить. Это даже не те деньги, которые вы можете потратить. Не говоря уже о количестве стартеров, генераторов и всех остальных вещей. То есть эти вещи, ну иногда бывает, что-то случается, что-то разваливается, но не в том суть дела. То есть, ну здесь также люди приезжают сюда и дают в машины, которые получили по указке страховки. Но при этом что-то случилось с машиной. То есть вот стоит рядышком с нами Volkswagen Passat. Отличный вариант, но подгорел двигатель. Они получили денежки, а потом оставляют эту машину здесь. Ее, конечно, разбирают, и вы получаете изумительный вариант хороших вещей. Но к слову о том, что не все разгорело, правильно? То есть задняя часть моста в идеальном состоянии. Двери, стекла, сидушки, целиком панель приборов. Все в идеальном состоянии. То есть даже если что-то с вашей машиной случилось, зачем покупать новое, когда проще купить было? Ну, я еще раз объясняю, количество автомобилей очень большое. И количество запасных частей в авторазборе 3,9 очень большое. Вот такая обалденная машинка здесь есть. А эти вещи практически новые, потому что машина просто кувыркнулась. Еще одна тема, очень интересная. Знаете, сколько такой автомобиль новый стоит? Да космос просто. Знаете, сколько такой автомобиль восстановить? Капот, дверь, стойка, фара. А цена вопроса? Вот за такой ценой вопроса приезжайте сюда, на автосервис, в смысле на авторазбор 3,9 на улице Клинкерной, 222. И можете себе машину купить, которая в разъем обойдется дешевле, чем новая. То есть вот, чуть-чуть выше им поинтереснее, да? То есть мы вам говорим то место. То место, где вы можете машину восстановить достаточно быстро. И стекла есть, и фары есть, и все, что внутри есть. И вот можно взять вот такую машину. И только-только она перевернулась, там все внутри целое. Представляете, если машина немножко развалилась, надо очень-очень быстро приезжать сюда. Приедете сюда и посмотрите. Иногда такое может случиться, что с машиной что-то навернулось чуть-чуть, она перекувыркнулась, да? А внутри-то все в порядке. Берете себе внутренние вещи и вперед с песней. Другой вариант, ну, тоже случается. Часто машины горят. Да-да-да, я убого здесь езжу. И они горят, поверьте мне, не из-за бензина. Ну, бывает такая ситуация. Потому что, что такое машина? Машина это источник очень серьезной опасности. Потому что там что находится? Там находится бензин, естественно. Так вот, знаете, как вспыхает? Ух, мама не горюй. Будем надеяться и ждать, конечно, ректор на двери. Но пока, но пока вы можете здесь машину восстановить легко. И это будет гораздо дешевле, чем вы опуститесь, ну, к какому-нибудь, допустим, интересному дилерскому центру. Или не дилерские центры тоже у вас не сильно балуют по цене. То. То есть мысль простая, не мною увиденная. Проще и дешевле собрать из БУ отличную машину. А если нет в наличии, то можно заказать здесь же новые. Благо, наличие новых запасных частей, и это всего лишь второй этаж. А теперь мы переговорим о том, что в будущем году будет у нас. То есть в прошлый Новый год была такая песня Слепакова. Это был тяжелый год. Будет он... Ну, короче, вы в интернете, на YouTube вейте и посмотрите. А потом подумайте. То бишь, я не думаю, что у нас все будет настолько хорошо и красиво. Тем более нам говорят, что скоро мы слетим с нефтяной иглы. И тогда наши бюджеты упадут на 30%. Ну и шут с ним. В любом случае, у нас есть руки, у нас есть голова, у нас есть авторазбор. На улице Кринкерная, 22.